Рассказать об истории эволюции фотоаппарата может только человек с колоссальным опытом в этом творческом деле. Юрий Макарчук, брестский журналист и фотограф, который знаком с этим ремеслом с ранних лет, делится накопленной информацией. Целая династия профессиональных фотографов успела организоваться в его семье. Ведь еще отец Юрия создавал красивые фотоснимки и учил сына этому непростому делу. Отец мой работал с 1956 по 1986 год в «Газаре» в газете о фотокреспондентах. Ну и какие-то мероприятия были, он мне там заряжал пленку, давал там, была у него старенькая лейка такой фотоаппаратик. Я там что-нибудь пощелкиваю, получится, не получится. Время шло и все больше фотографий получалось. Правда, тогда сделать хороший снимок мог только настоящий профи. Выставить свет, продумать композицию или просчитать оставшиеся кадры было делом непростым. Тайна проявки фотографий каждый раз держала фотографа в трепетном волнении. Ведь узнать, получился ли снимок, можно было не сразу. А сама история и технология проявки фото была сравнима с волшебством, которое не каждому удавалось создать. Пленку заправляешь в специальный бачок был, проявитель, промываешь, потом закрепитель. Этот процесс длился примерно минут 20-30, потом вешаешь пленку, чтобы она просохла. После того, как пленка просохла, надо еще это, то есть это там полчаса пройдет. Начинаешь печатать фотографии, фотоувеличитель, тоже там проявитель, вода закрепитель, тоже процесс такой. Это черно-белые фотографии. Ну и потом надо еще отглянцевать, то есть высушить эти отпечатки там. Ну в общем, несколько часов уходило на все это. Фраза, что мы живем в цифровом веке, ни у кого не вызывает сомнений. А потому переход от пленки к цифре произошел быстро и практически безболезненно. Со временем пленочные фотоаппараты остались только у тех, кто интересуется фотографией и фототехникой. Нам не пришлось долго искать такого человека. Наша коллега Анастасия Ноздрин-Плотницкая поделилась не только своей домашней коллекцией, но и историей, с чего все начиналось. Коллекцию собирать, наверное, сподвигло в принципе желание фотографировать. Она у меня появилась еще в самом-самом маленьком возрасте. И свой первый фотоаппарат, может быть, вот он у меня появился в 6 лет. Собранные первые честно заработанные деньги. В принципе, фотоаппаратов сейчас, наверное, 10. Самый такой, наверное, интересный кадр и самый интересный экспонат мой – это вот этот фотоаппарат «Любитель». Появился у моей коллекции года два, наверное, назад, после поездки во Львов, там на таком блошином рынке, как это сейчас называется, я его выторговала. Такие модели появились у нас в 50-х годах. Они выпускались на Левенградской фабрике с 1950 по 1956 год. И вот это один из таких экземпляров. Всего их было выпущено где-то около миллиона 300, миллион 400. И вот, к счастью, один показался в моей коллекции. Другие фотоаппараты также заслуживают внимания. Посмотреть на старые образцы фототехники можно в Брестском областном краеведческом музее, где коллекция начала формироваться в 1965 году. На данный момент в фондах музея находится 37 фотоаппаратов разного времени. Есть среди них и те, кто заслушивает отдельного внимания. Фотоаппарат, вот школьник, выпускавшийся в 60-е годы у нас в Беларуси, тогда в БССР, он существовал недолго, но это был наиболее популярный фотоаппарат, потому что он был очень прост. Даже школьник мог на нём фотографировать какие-то любительские фотографии делать, какие-то ещё кто-то занимался делом, фотоделом. Сейчас фотографировать может даже трёхлетний ребёнок, а на проявку снимка больше не нужно тратить время. Но и по сей день делят пальмом первенства между собой плёночная и цифровая фотография. Вопрос вызывает ожесточённые споры и рискует стать философским. Ирина Кузьмич, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Абук-ТВ.